Продолжаем следить за процессом. Евгений Чичваркин, предприниматель, присоединяется к нашему эфиру. Евгений, приветствую вас. Слышите ли вы студию? Добрый день. Да, добрый день. Рад вас приветствовать. Да, прекрасно слышно и видимо. Рад вас приветствовать в эфире Дождя. Какие у вас ощущения от этого заседания? Может быть, ожидания? Какие прогнозы? Хочу сказать, что вы не понимаете канцелярит. Это потому, что вы шесть лет подряд не ходили на допросы. Поэтому они читали протоколы. Бог миловал, да. Но никто не застрахован. Я вам ни в коем случае это не желаю. Но в целом это навык, который приходит. Боюсь, что вы правы, да. Это все не суд, это не выборы, это не государство. Это все абсолютно тоталитарный цирк. Оно не имеет никакого отношения к закону. Это симулякор государства. Это театр Карабаса-Барабаса, который не имеет отношения к тем институтам, которые были прописаны законом при Ельцине, которого вспоминали вчера. Это государство, страна прекрасная, это государство, со всеми ее сгнившими институтами надо к чертям менять. Вот смотрите, здесь Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина. Если я не ошибаюсь, в эфире Москвы вы сказали, никакого Пескова не существует. Но, тем не менее, он сказал следующее. Путин не следит за судом над Алексеем Навальным. Не следит, как думаете? Или Дмитрий Песков лукавит? Я думаю, что Путин дал распоряжение, как этот суд должен происходить, и следит за ним. И то, что вот этот человек произнес это, как раз доказывает то, что он не существует. Евгений Чичваркин в эфире. В эфире телеканала «Дождь». Какие у вас впечатления от воскресных событий в Москве, Петербурге и других городах? Ужасная жестокость, повышение градуса, именно такого пыточного градуса. Казань. В Казани всегда менты абсолютно озверевшие были. Это мы знаем еще, ну вообще в Татарстане мы знаем это по событиям Благовещенска 11 лет недавности. Да, все идет по Мадуровско-Лукашенковскому сценарию. К сожалению, я, наверное, повторюсь, что 10% людей с деньгами, дубинками, ядерным оружием и нефтью могут контролировать абсолютно все уже понявших и абсолютно недовольных остальных 90%. Здесь даже принцип Паретта не работает. Вот, мы, к сожалению, скатываемся в это дерьмо. Продолжение следует...